Всем привет! Меня зовут Ольга Сорокина и добро пожаловать на этот урок по перспективе в две точки схода. Здесь я разберу два способа построения. Один из них выглядит вот так, я его называю вышивка. Ну что же, давайте приступим к нашему уроку, поехали! Вот так выглядит первый метод построения, я его еще называю классический, а таким образом смотрится метод, который я назвала вышивка, и вскоре вы узнаете почему. Итак, первый метод. Вам достаточно будет карандаша, бумаги, можно использовать линейку, но желательно все-таки ставить себе руку и постараться уже без линейки рисовать. Провожу я линию горизонта, да, вы видите, что я наметила уже рамки своего скетча, и очень важное понятие это диагональ картинной плоскости, да, вот этот прямоугольничек это картинная плоскость, и вот эту диагональ нам нужно будет отложить между двумя точками схода. Давайте замерю по линеечке, ну вот чуть больше 20 сантиметров у меня получилась диагональ здесь, я ее четко замерила и отложила это расстояние между двумя точками схода. Это важнейшие точки в угловой перспективе, да, ее еще называют недаром перспектива в две точки схода, давайте назовем их А1 и А2. Следующий шаг проводим вертикально, который я отложу метры. Вы можете за метр взять любой отрезок, может быть 2 сантиметра, 3 сантиметра, сколько угодно, предположим, что здесь высота потолков 3 метра, и затем через крайние точки этого отрезка я провожу линии сначала из А1 и потом из А2. Таким образом вы видите, что у нас появляется угол комнаты, раскрываются две стены, пол и потолок. Далее, чтобы показать, как раскрываются метры в пространстве, нам понадобится горизонтальная линейка, то есть это линия, которая проходит через вот самый нулевой метр, и эта линия обязательно параллельна линии горизонта. Итак, вот у нас метр, и этот же метр, этот же отрезок, который вы выбрали в самом начале, да, 2 сантиметра или 3 сантиметра, сколько у вас, вы откладываете сначала вправо и тот же самый отрезочек откладываете влево по этой горизонтальной линейке. Она позволит вам создать метровую сетку на полу, то есть чтобы вы увидите благодаря ей, как раскрываются метры в пространстве. И затем все очень просто. Вам нужно из точки А1, можете прикладывать линейку, проводить линии через каждый из этих метров, да, через каждую засечку. Таким образом вы видите, как у вас уже начинает проявляться раскрытие метров в пространстве. И с другой стороны то же самое. Прислоняете линейку к точке А2 и проводите через все эти засечки. Или попробуйте сделать, как и я, от руки. Это очень полезное упражнение для постановки руки. Этот метод построения действительно очень классический, он часто описывается в учебниках по начертательной геометрии, и, как вы видите, он довольно прост. И дальше давайте не только на полу проложим метровую сетку, но и по стенам, и затем также по потолку, да, то есть чтобы все наше пространство было наделено на метры. И очень просто все. Мы проводим четко вертикальные линии, которые параллельны боковым краям вашего листа. Проводим, и вы видите, да, что в перспективе, чем ближе метры к нам, тем больше расстояние между вот этими вертикалями. И благодаря тому, что эти вертикальные линии пересекли нам линии, уходящие в точки А1 и А2 по потолку, мы теперь можем показать метровую сетку даже на потолке. В интерьере это вам очень поможет, если у вас, например, какая-то сложная конструкция потолка, там интересная инсталляция, или чтобы вы четко могли показать на своем скетче, на рисунке, где у вас встроены светильники или люстра. Это очень помогает. Ну и таким же образом давайте покажем метры по нашим стеночкам. Сначала по левой и потом по правой. Если вы используете линейку, конечно, у вас все смотрится более аккуратно, но я очень люблю рисовать от руки, это действительно полезно. В принципе, это все по построению классическим методом угловой перспективы, но для наглядности я хочу использовать цветные маркеры. Если у вас их нет, можете просто простым карандашом заштриховать или цветными карандашами. Так, на мой взгляд, это упражнение станет еще более понятным, ну и веселым, конечно же. Замечательно! Отлично мы все закрасили. Надеюсь, вы там закрашивали все это вместе со мной. И мы постепенно переходим ко второму методу построения. Давайте его разберем. Здесь нам понадобится только линия горизонта, вертикальная линия и наши точки. Можете поставить их, в принципе, на любом расстоянии, чтобы они помещались в границах листа, ну так, ближе к краям. Точно так же мы делим на три равных отрезка эту вертикальную линию, и точно так же из точек схода мы вытягиваем линии через крайние точки этого отрезка. И да, и обратите внимание, у нас здесь уже нету плавающих рамок, границ картинной плоскости, потому что в первом способе они нам помогали определить диагональ картины и отложить расстояние диагонали между точками схода. Здесь все можно делать на глаз. Итак, смотрите, мы взяли вот этот отрезочек до одного метра и отложили его по правой линии. И из точки А2 я протягиваю линию через эту засечку, и точно так же, то же самое расстояние откладываем в левую сторону, и из А1 тянем. Обратите внимание, здесь у нас уже нету никакой горизонтальной линейки. Этот метод я называю вышивка, вышивание, потому что действительно очень похож процесс. Я в детстве занималась вышиванием глади, и очень много аналогий, на мой взгляд. Да, вот давайте я такой цветной ручкой обведу этот ромбик, который нам понадобится, и давайте я следующий метр показываю. Итак, как это сделать? В нашем ромбике мы проводим две диагонали. Пересечение диагонали дает точку-середину этого ромба, и вот через эту точку-серединочку пролетает линия из А1. Летит она сквозь весь лист дальше, потому что она нам еще понадобится. И сейчас, внимание, нам нужны вот эти две точки. Раз и два. Нижняя левая точка этого ромба и вот эта серединка. Проводим через них линию. Она пересекает линию пола, стены и полу границы. И благодаря этой точке из А2 мы можем вытянуть линию, и таким образом у нас получается второй метр. Раскрывается второй метр в перспективе. Чтобы третий найти метр, нам все то же самое нужно проделать. В принципе, чтобы себя проверить, опять мы можем провести две диагонали. Пролетает линия из А1, находит середину. И соединяем нижнюю левую точку этого второго ромба с этой серединкой. Таким образом получаем третью засечку. И через эту засечку из А2 летит линия. И вот он у нас такой третий ромб. Наш третий метр. И давайте все то же самое с другой стороны слева покажем. Опять же, вот этот самый первый наш ромбик используем. Его точку середины пересечения диагонали летит линия уже из А2. Внимательно. Опять же, эту линию протягиваем как можно длиннее. И нам понадобится вот эта точка и вот эта уже верхняя. Соединяем их. Получаем новую засечку. Соединяем с линией А1 прямой. И получился второй метр, да, уже по левой стороне. Опять все то же самое. Две диагонали, чтобы себя проверить, если хочется. И линия из точки А2. Проверяем, да, все сходится. Вот она пересекает. И соединяем две точки. Получаем третью. Идем дальше в А1. Это действительно похоже на какое-то вышивание, рукоделие. Прямо мы тянем одно из другого. Очень это захватывает. Этот метод построения угловой перспективы. И перспективы в две точки схода. Даже несколько забавный, очень необычный. Но он тоже имеет место быть. Его иногда используют. Я все-таки придерживаюсь больше классического метода. Но ради интереса я решила вам показать два. Так что выбирайте, какой вам больше нравится. Скажу сразу, что со временем вам вообще не нужны будут все эти костыли, горизонтальные линейки, вышивания. Потому что вы на глаз сможете уже видеть, как раскрываются метры в пространстве. И давайте доведем это упражнение до конца. То есть мы протягиваем по всему полу эти линии из точки А1. То есть сделаем такую же метровую сетку полностью по всему полу, по всем стенам и по потолку. Как на потолке найти, я думаю, вы уже догадываетесь, если полностью посмотрели внимательно первую часть. Мы поднимаем вертикали. Они параллельны друг к другу. Ну вот я другие рисую, они кое-где могут кривоватыми оказаться. Ничего страшного. И пересекают они линию потолка. Да, вот внимательно. Они все параллельны друг к другу. И с другой стороны то же самое. Поднимаем. И, найдя вот эти точки пересечения по потолку, мы можем уже из наших точек схода А1, А2 вытягивать линии. Да, и мы увидим, как у нас на потолке метры проявляются. И действительно, это настолько удобно. Вот такую сетку имейте. В принципе, если вы сделаете ее, не выбрасываете это упражнение, оно вам может пригождаться. То есть вы можете взять новый листик бумаги для скетчинга, она такая полупрозрачная, наложить ее и уже рисовать свой интерьер. То есть вы видите, где у вас сетка метровая, и вам не нужно делать дополнительных построений. И давайте для наглядности, как и в первом упражнении, закрасим или цветными карандашами, или маркерами, или простым карандашом, да, в таком шахматном порядке, просто чтобы было нагляднее. Закрасим эти метры на полу. И доведем до ума стены левую и правую. Чтобы на левой показать метры, мы используем правую точку схода, в данном случае А2. Чтобы на правой стене показать метры, мы используем левую точку схода А1, потому что сама правая стена в нее сокращается, да, вы видите линии по потолку и по полу, в нее улетают. И точно так же все это давайте закрасим, чтобы упражнение было такое яркое, развеселое. Я тоже надеюсь, что вы разобрались с перспективой в две точки схода, перестали ее бояться. Я уверена, что она стала гораздо более понятной для вас. И этот урок я записывала в рамках моего мини-курса по перспективе. Такой у нас челлендж, освоить перспективу и ее азы. Если вы смотрите это видео и еще не знаете об этом курсе, то информация будет о бесплатном мини-курсе под этим видео. Подключайтесь, это очень интересно. Мы проходим азы и фронтальной, и угловой перспективы. Я уверена, что вам понравится, что вы освоите такое интереснейшее понятие, как перспектива. Ну что же, друзья, до встречи в новых видео. Пока-пока, творческих успехов вам!